Всем здравствуйте! Сегодня мы испечем сдобные ванильные булочки с яблоками и изюмом. Для приготовления нам понадобится для теста 700 грамм муки, 300 миллилитров молока, 70 грамм сливочного масла, одно яйцо, соль, сахар, дрожжи и ванилин. Для начинки нам понадобятся яблоки, немного изюма, немного сахара, немного крахмала, подойдет кукурузный или картофельный. Также для начинки нам понадобится корица и ванилин, лимонный сок или лимонный 6% уксус. Также нам понадобится немного растительного масла и немного сахарной пудры для посыпки. Приготовление булочек начнем с замеса теста. Буквально одну столовую ложку молока отливаем в стакан. Молоко нам понадобится для смазывания булочек. Остальное молоко выливаем в глубокую посуду. Повторю, что молока изначально у нас было 300 миллилитров. Молоко теплое, температура тела 36-37 градусов. Добавляем в молоко столовую ложку с горочкой небольшой дрожжей, столовую ложку сахара, 3 столовых ложки муки. Все перемешиваем и подождем, пока активизируется дрожжи. Когда дрожжи активизируются и на опаре появится такая пышная шапочка, добавляем немножко соли. Примерно 1 грамм ванилина. 1 яйцо, 70 грамм растопленного сливочного масла или маргарина. Масло можно распустить на водяной бане или в микроволновке. Сюда же добавляем 3 столовых ложки сахара. Все хорошенечко перемешиваем. Добавляем 2 столовых ложки растительного масла. Постепенно насыпаем 700 грамм муки и замешиваем мягкое пластичное тесто. Когда тесто станет тяжело вымешивать ложкой, продолжим замес руками. Хорошенечко вымешиваем тесто до однородного состояния. Тщательно замешанный кусочек теста сбрызгиваем водичкой из пульверизатора. Таз с тестом затягиваем пищевой пленкой и убираем его в теплое место для того, чтобы тесто хорошо подошло. Время подъема теста зависит от активности дрожжей и от температуры, при которой подходит тесто. Когда тесто хорошенько подойдет, можно приступать к разделке булочек. Рабочую поверхность смазываем маслом. Выкладываем тесто. Хорошенько его обминаем. И делим тесто на 16 порционных кусочков. Кусочки теста подкатываем в шарики. Разделанные кусочки теста слегка сбрызгиваем водичкой из пульверизатора. Накрываем пленкой и даем тесто немного отдохнуть. Пока отдыхает тесто, подготовим начинку для булочек. Для начинки яблоки чистим от кожуры и от сердцевинки. И нарезаем их небольшими кубиками. Теперь в яблоки добавляем немного ванилина. Чуть-чуть корицы. Чайную ложечку 6% лимонного уксуса или лимонного сока. Пару чайных ложек крахмала. Все перемешиваем. Начинка готова. К этому моменту тесто уже отдохнуло. Продолжим формовку булочек. Достаем из-под пленки кусочек теста. Формуем из него лепешечку. Края лепешки немножко растягиваем. В серединке оставляем тесто побольше. В центр выкладываем яблоки. Добавляем немного изюма. Чайную ложечку сахара. Гулочку собираем в мешочек. Хорошенько залепляем для того, чтобы у нас начинка не вытекала при выпечке. Сформованную булочку выкладываем на противень, застеленный бумагой для выпечки и смазанный растительным маслом. Бумага смазана растительным маслом. Формуем следующую булочку. С разделкой булочек управились. Теперь нужно булочки смазать молоком с сахаром. Как вы помните, мы оставляли немножко молока в самом начале видео. Добавляем в молоко чайную ложку сахара. Все хорошенечко перемешиваем. Когда сахар растворится этой смесью смазываем булочки. Смазанные булочки накрываем пакетом или легеньким полотенчиком, для того, чтобы булочки не заветривались, ставим противень с булочками в теплое место и даем булочкам хорошую расстойку. Можно уже включать разогреваться духовку до 180 градусов. Пока разогреется духовка, булочки наши хорошо поднимутся. Духовка разогрелась. Повторю, что духовку мы разогревали до 180 градусов. Булочки наши подошли. Отправляем их на выпечку. Далеко не убегайте, булочки выпекаются очень быстро, от 15 до 20 минут. Время приготовления зависит от возможности вашей духовки. Пролетело 15 минут. Именно столько выпекались булочки в моей духовке. Теперь накрываем их салфеточкой для того, чтобы булочки подышали паром. Когда булочки приостанут, можно подавать их к столу. Перед подачей на стол булочки можно украсить сахарной пудрой. Я надеюсь, что вам понравятся такие сдобные ванильные булочки с яблоком и изюмом. Ну, у меня на этом все. Всем приятного чаепития и пока-пока! Для тех, кто привык досматривать видео до конца. Булочка в разрезе. Вот ее нижняя часть. Булочка получается мелкопористая, очень легкая, воздушная, сладкая и вкусная. Булочка организации